Всем привет! Это скринкаст будет про трафарет. Библиотека изначально написанная, она называлась «Контракт». Я ее переназвал, так как на PayPay уже был контракт. Пришлось переназвать ее в трафарет и я ее несколько дополнил. Первоначальный вариант был чистой библиотекой валидаторов, но мало валидировать данные. Иногда требуется их во что-то преобразовать. Об этом у нас как раз трафарет. Валидаторы бывают разные. Можно валидировать просто строки, числа, можно проверять, что регулярка, что данные соответствуют регулярке. Или можно проверять списки, словари, еще кучу всяких структур, перечисления, маппинги. Посмотрим. Спущу трафарет и поэтому импортирую трафарет. Ну, трафарет достаточно такой объемный уже. То есть, у него есть на разные случаи жизни всякие тузы. Вот. Ну, и посмотрим простейшее, да, что умеет трафарет. Изначально умеет работать с сентами там всякими, проверять. Ну, вот. Проверим. Или float. То есть, констанцируем. Трафарет работает с инстанцией. А не с классами, а с инстанцией. Почему это важно? Во многих библиотеках, состряю внимание, во многих библиотеках, допустим, формы джанговские, это именно классы. Там всякая метаклассная магия. Вот. В трафарете все это инстанции. Поэтому, если вы хотите чего-то однотипного создать, а потом это изменить, то вы измените, короче, и все остальные свои результаты. Вот. Поэтому, ну, тут можно просто делать и строить фабрики. То есть, просто функции создаете. Трафарет там. Обычно это dict у нас. Вот. Его просто нужно создать будет заново. Функции. Ну, собственно, класс тоже фабрика инстанциев. Так что, ничего страшного в этом нет. Итак. Можно вализировать данные, да. И так dict посмотрим. Более продвинутая. Так. Ну, ладно. Окей. Пусть будет count. Tegment. Вот здесь инстанциировать не нужно, потому что в словарях, маппингах и списках внутри зашита магия, которая сама сделается из этого винта инстанция. Она проверит, что это тип и инстанцировать его. То есть, можно скобки не писать. Удобно. Так. Просто. Теперь нужно проверить. Используем. Все отлично. Count 4. Вернул. Count 4. Можно брать его использовать. Ну, и теперь главное, да, что в трафарете. Трафарет заточен не на то, чтобы проверять. Трафарет заточен на то, чтобы проверить. Потом данные сконвертировать так, как нужно в вашей программе внутри. От чего это родилось? Родилось от работы с одним API, где один из разработчиков накатал огромный просто код в методе clean джанговской формы. Смотрелось это страшно. Мне вообще как-то косо. Вот. Впоследствии я его выкинул и заменил уже на трафарет, который я немножко подпилил. И код сильно ужался, сократился и стал выглядеть нормально. Итак. Конвертация. Ну, самое простейшее, что на самом деле вы ее видите. То есть, ты и флоты, на самом деле, и строк конвертируют. Вообще из любого объекта. Потому что в Децимол сюда загнать. Децимол. Децимол. 5. А, ну да, Децимол не конвертит. Ну и черт. Так. Ну, короче, строки он конвертит. Тем не менее. Так. И ошибки выдается. Если за что-то не то сумите. Флот. Вот только нужного флот. То есть, здесь может быть int. Не может. Так, ну, не суть. Это простейшая конвертация внутри. Просто для удобства. Потому что из... А, из формулы приедет по-любому строка, а не число. Надо ее конвертить. Поэтому, чтобы вы на этом сами не заморачивались, так внутри этих классов сделано. Так. А теперь вот более сложный конверт. Сейчас мы его скопипастим. Чтобы не писать. Копипаститься. Ладно, напишем. Так. Фромтес. То есть, конвертер всегда понимает один аргумент. Так, что там у нас. А, да. Не помню. Создали. Ну, надо еще, конечно, date time. Импортировать. Так. Где у нас джинтайм. А, здесь. Окей. Иначе будет работать. Ну, да. Делаем простейший конвертер. Да, конечно, перегруженный R-Shift. Но зато это клево смотрится. Вот. И можно не использовать его. Если не хочется. Так. Функция. Мы слишком большое число залимонили. Вот так оно работает. То есть, декларативно достаточно можно задать, чтобы у вас сразу из зинта получался date time. И это вот по моему опыту очень удобно. Можно сделать, конечно, по-другому. Ну, если не хочется R-Shift использовать их можно не использовать. Вот так можно. А вот. Но со R-Shift time смотрится на глядь. И читабельнее, по сути. А так как питомно сочетабельность, я предпочитаю использовать R-Shift. Так. Ну, можно, да. Хороший пример. Тоже продавить time. Напишем. Зачастую функции достаточно короткие. Так. Что там так, чтобы было? А, ну да. Так. Теперь сделаем т-дикт, которым у нас будет год. Здесь можно, конечно, граничные условия им ту всякие передать. Но мы над этим не будем морочиться. Ну, вот все, типа, да. Такой конвертер есть. А вот мы повесим на хост теперь. Комер ДТМ. Это тоже другой конвертер. Чек. Вот. Наглядно видно, что трафарет можно использовать как сложный способ для получения дейттаймов. Так, ну, и так как рождался трафарет из конкретной цели, был странный API, придуманный неизвестно кем, неизвестно для кого, у которого данные совершенно не соответствовали структуре нашего сервиса. поэтому нужно было запроса API принять и как можно минимально и четко его провалидировать и преобразовать к нужному виду. Поэтому словари в трафарете достаточно гибкие, потому что, на самом деле, если такой ключ задаете, внутри он преобразуется в instance key. Вот именно внутри key происходит валидация ключей словаря. Когда вы здесь вешаете, так вот. Вот этот валидатор string уйдет внутрь созданного ключа с именем key. Поэтому можно писать так. Key. Тоже вполне нормальная конструкция. Так вот. Помимо этого, key умеет еще и переименовывать ключ. То есть, он вернет не то имя, которое он получил, которое пришло. А вот так вот. Преобразует. Попробуем. Так. У нас ключки. Супер секретный пароль. А у нас он называется паспорт. Вот трафарет его вам перекинул. Вся фишка здесь именно в tkey и to name. Так. Ну, здесь тоже, кстати, можно использовать R-shift. Возможно, не настолько уже оправданно, но тоже удобно. То же самое. Вот. Эта фишка очень сильно помогла. В моем случае. А, возможно, у вас тоже где-нибудь пригодится. Так. А сейчас будет крутой пример. Что можно сделать? В трафарете еще лежит... Блин. Маленькая коллекция утилиток таких. Как там? Так. Да. Значит, опять t-dict. Так. Так. Для чего нужен здесь ключ? Сейчас мы поняем имя. Допустим, приехал вам такое. из Java World User Nami. Вот. А внутри мы это хотим видеть немножко не в таком виде. Ну, вот так вот. Два мя подчеркиваем. С любой. Ну, здесь просто строка. Короче, здесь можно, конечно, было бы использовать какой-нибудь Regexp. Но. У нас не о том тема, как данный вальзировать. Так. Ну, и все. Снимем это в Fold. Вальзатор. Присвоем переменную, чтобы не засорять совсем уж экран. Так. И передаем слова изъявы. User Nami. Получили, что хотели. Что делает Fold? Fold. Все вот эти двойные подчеркивания считает разделителем в структуре. Так, зачастую в форму уезжают структурированные данные. Поля. Через двойные подчеркивания. Ну, может нам через точку, через что угодно. Лишь бы у вас в именах это не встречалось. Можете поставить. В Fold есть параметр. Как же он? Как там этот параметр у Fold? Сейчас, секунду. Гляну, как параметр у Fold называется. А, делиметр. То есть Fold принимает туда эти параметры. Точку. Если точку захочется использовать, то можно так сделать. Дальше. Да, самое прикольное. Это показывать не будут, но для этого нужно запустить какой-то проект, в котором можно вызвать сейф. Но то же самое. Вешаем конвертер. Возвращает уже instance объекта. То есть то, что в джанге у нас делается model-формом, нужно снаследоваться. Здесь достаточно просто это повесить на хвост. Если у вас там сильно часто будет использоваться, можно фабрику этих функций сделать. В общем, пример наглядный. Видим. Так, конвертеры можно... вешать цепочкой. Опять же показывать именно в скрин-касте не буду. Так, пример что-то не придумывается. Но, в общем, их можно вешать цепочками, а это важно, я считаю. Так, ну да, можете подумать, какие еще конвертеры можно докинуть. То есть конвертеры не ограничиваются перегоном из строки в число, из числа, там, float, может быть, в decimal, там, вам нужно там из строки перегнать. Любые, да, а можно еще свернуть список, сделать на него сумму просто, допустим. Ну, да, тоже очень просто. Делаем список из чисел. Сложный способ вызвать сумму на объекте. Ну, можно вот так в сумму передать. Не знаю, что тут еще там. Any. Да, все они истинны. Ну, не все, в смысле, в первом-то вылетит ноль. Но вот следующее число уже истинно. То есть можно даже короткие какие-то функции питоновские вешать на хост каким-то сложным структурам. Так, дальше. Ошибки. Ошибки можно возвращать по-разному. Можно споткнуться на первой же, выкинуть исключение, не указать где и сказать, ну, все, ошибка. Ничего не знаю. Вот. А по-хорошему, если это где-то использовать, лучше вернуть все. Сокращает время. Потому что ошибку будет смотреть, конечно же, не машина. В ошибку будет смотреть кто-то. Или тот, кто читает логи сервера, пытается разобраться, как у черта API не работает. Вот. Или пользователь будет смотреть на HTML-формочку. Поэтому, вот, именно трафарет возвращает все ошибки. То есть, сейчас мы ему здесь кинем. То есть, здесь у нас будет один, два, три. И вот так вот ему. Подстава такая. Так, выскакивает у нас, что у нас выскакивает? DataError. То есть, вот, экземпляр вот этого, вот этой ошибки. Так, вернул он нам в DataError, да? Ну, давайте поймаем. Так, try. Ну, да. Действительно. Так. Что-то я не то придумал, видимо. Ладно. Просто так сделаем. Ай, черт. Так, да. Короче, в атрибутие Error, у DataError, всегда лежит, собственно, ошибка. Если это у вас простая какая-то структура, там будет лежать строка. Если это словарь или список, то там всегда будет лежать словарь. Почему для списка будет лежать словарь, а не список? Потому что ошибка говорится о каком-то конкретном элементе в этом списке. В данном случае о четвертом. Мы считаем с нуля. Вот. А зачем это сделано? Так. Исключение все видели уже. Да. Ну, есть у нас, короче, такой helper. Так, это Extract Error. Есть такой, да. Вот он чек вызовет сам. Стоп. А. Он отловит и вернет именно словарь. Так, короче, для чего это сделано-то? А вот если он у нас еще и в словаре. И усилим. И усилим. То есть, усилим. Так. А. то есть это такая углубленная структура сейчас мы ее воплощим для чего это это для формы если вам нужно ошибочки вернуть форму тот можно на пол дикам ее туда вернуть поэтому ошибки в трафарете именно выкидываются структурами и именно словаря до сложной структуры все делают словарях формы хорошо валидаторы есть конвертеры есть ставится до конвертеры которые могут сразу сохранить полученный результат все отлично осталось формы форма делаются просто берем формы и рисуем вашим любимым шаблонным редактором вот но над форме я думаю но я думаю что формы с валидатором с гибким дружить занятия неблагодарная и вряд ли придет к какому-то хорошему результату скорее всего не приведет последнее о чем я хотел рассказать о том что ключи в словаре они очень гибкие на самом деле вот этим можно а возможно кому то нужно пользоваться есть такой а такой пример кейс сапсет то есть мы увидели использование дикт просто кей ты там кей вернами которому перегоним супер структуру нами так отлично но вот зачастую формах используются 22 пароля чтобы который нужно сравнить сейчас мы их возьмем и сравним декларативном стиле так здесь рисуем pvd pvd 1 так стринг как бы кейс сапсет вернет словарь который выделит из из того словаря в котором его применили он эти два pvd pvd 1 выберет и создаст новый словарь который передаст валидатору который у вас вот здесь указан поэтому здесь нужно закинуть к это валидатор вот пока останется валидатора пишем чекер вот валидатор мы не будем изобретать какой-то великий напишем функцию потому что можно сделать и функцию вот это так внутри там трафарета зарыто что можно закинуть просто обычную функцию в качестве валидатора не нужно ничего наследовать и переопределять какие-то стремные методы типа clean вот просто пишите функцию передавайте и спокойно так чем проверяем так если то вернем просто на самом деле нам два словаря не нужны в конечном результате поэтому вернем один любой какой хотите а иначе вернем ошибку мы даже выкидывать не будем просто вернем так нам нужно вернуть структуру поэтому здесь напишем писали так что наверно словарик мы делаем так проводим и все все создали чекер запустим еще чекер так теперь чек сейчас мы увидим страшно все отлично работает так теперь различные если они еще неправильно писали чекера ах блин там то старая функция осталась сейчас все вот он вернул вам дату error pvd то есть опять же можно использовать в форме спокойно ошибка автоматически привесится на нужное поле вот будет там болтаться на уровне всего объекта а ляжет ровно туда куда нужно для этого можно использовать кейсапсет но по большей части это конечно просто демонстрация силы вот на этом все рекомендую к использованию